За происходящими на фронте событиями мы часто упускаем то, каким образом они отдаются в тысячах километров от места событий в других странах. А на самом деле прямо на наших глазах происходят фундаментальные изменения, которые будут иметь и уже имеют долгосрочные последствия. Так, например, стратегический план Путина состоял в том, чтобы разными путями вызвать хаос в странах Запада с тем, чтобы путем выборов там во власть пришла оппозиция, которая будет более лояльной Кремлю, поскольку выиграет выборы, критикуя нынешние власти, неожиданно пошедшие на конфронтацию с федерацией. Но фокус в том, что такой номер мог бы сработать, если бы ему удалось захватить Киев за три дня. А потом просто надо было бы бороться с последствиями этого хода. Но война длится уже больше полугода, и часть захваченных территорий ВСУ отбили, а там скрылась вся чудовищность русского мира. И теперь ситуация развивается совершенно по другому сценарию, а Путин пытается парировать мерами, которые были заранее приготовлены совершенно для другого хода событий. Как следствие, даже оппозиционные силы, которые безусловно хотели бы получить власть, как минимум не решаются вести какие-то пропутинские речи. Хуже того, некоторые силы, которые безусловно претендуют на власть в случае ее смены, выглядят все более радикальными, а иногда даже вопреки тому, что они собой представляли до последнего времени. Нет, речь идет не о Великобритании, где комбинации подстав и уловок был выведен из игры премьер-министр Борис Джонсон. Есть уверенность в том, что чуть позже там будет проведен анализ ситуации и наверняка будут найдены те механизмы и, главное, люди, которые подыграли Путину в этот раз, точно так же, как и с голосованием по Брекзит. Ведь уже ни для кого не секрет, что тот референдум был проведен с применением активных манипулятивных практик, корни которых ушли в Москву. Просто надеемся на то, что там разберутся с этим вопросом, но в этот раз нас интересует партия зеленых в Германии, которая сейчас входит в правящую коалицию. Именно на том, как меняет свою позицию эта партия, можно проследить фундаментальные изменения в западном политикуме вообще. Здесь уместно вспомнить о том, что партия зеленых, не путать с нашей зеленью, всегда выступала за экологическую политику и была одной из самых пацифистских во всем политическом спектре Германии. Совокупность фундаментальных принципов, на которых базировалась политика этой партии, делала ее поразительно удобным инструментом для саботажа чего угодно. Это была политическая сила, которую можно было использовать для любого процесса, вызванного экстренной реакцией на любые тяжелые события. По идее, она должна была стать карманной игрушкой Путина, но сейчас мы наблюдаем нечто прямо противоположное. Корни этих изменений лежат в той предвыборной позиции, которую избрала партия в прошлом году. Очевидно, что будучи оппозиционной партией, она выстраивала свою предвыборную кампанию на критике политики тогда еще правящей коалиции ХДС-ХСС и лично Ангелы Меркель, как ее бессменного лидера на протяжении последних 16 лет. Но фокус в том, что критикуя эту политическую силу и ее лидера, оппозиция неизбежно критиковала промосковский курс Меркель, поскольку всем уже стало очевидно, что Путин использует фрау, отягощенную темным прошлым, как тряпичную марионетку, которой сзади вставляют руку и управляют всеми ее движениями. Это было уже настолько заметно, что критика этой дикости была обречена на успех, и, к своему удивлению, зеленые обнаружили просто невероятный приток электората именно под такую их позицию. В коалиционном правительстве они стали занимать какую-то квази-правую позицию, одним из важных показателей того, что зеленые хоть и остались таковыми, но приобрели какой-то более другой цвет, ближе к армейским, олива или хаки. Это проявляется в тот момент, когда они твердо встали на позицию о сохранении работающих атомных электростанций на фоне энергетического кризиса. Первые сообщения о том, что зеленые решились на такую крамолу, многих повергло в шок. Но тут оказалось, что это не просто зеленые, которые черпают свой партийный цвет из каннабиса, но вполне понимают, что, зачем и почему делают. Поэтому их представитель все разложил по полкам так, что все удивление смыло, как это бывает с приливной волной. Там разложили цепь событий, одновременно передавая привет девочке в платьи цибелом по имени Анжелочка, которая была иконой для многих и даже кочевала, как физиономия года, по обложкам журналов от Time до Playboy. Там объяснили, что если немецкая девственница заигралась с Путиным в ролевые игры с трубами и Германия оказалась в состоянии энергетического кризиса, то уже сейчас запускаются угольные ТЭЦ. А сравнив экологическую нагрузку угольных и атомных электростанций, вообще спорить не о чем. Как и ожидалось, все сразу успокоилось, а рейтинг зеленых подскочил. И это стало еще одним подтверждением того, чем размашистее вырубите Меркельщину, а значит и особые отношения с Путиным, тем больше повышаете электоральный баланс. И вот зеленые стали делать все более громкие заявления о том, что военную помощь Украине необходимо существенно нарастить и не играть в тупые игры, шаг вперед, два назад. Сразу возникли вопросы к одной из лидеров партии. Мадам, куда делся ваш пацифизм? Представители партии зеленых объяснили, что на самом деле базовые принципы партии лежат глубже, чем пацифизм и касаются такого понятия, как свобода. А вот ее надо отстаивать всеми средствами, в том числе и с оружием в руках, как сейчас делает Украина. Зеленые четко объяснили, что Украина борется за демократические принципы и свободу всей Европы, и поэтому стоять и уподобляться Путину, ковыряющемуся в чем-то там резиновом, недопустимо. После таких заявлений рейтинг зеленых пошел в области, где его еще никогда не было. Сейчас они играют роль уже почти равноправного партнера в правящей коалиции, поскольку рейтинг СДПГ постепенно проседает, а у зеленых он нарастет. И наблюдатели говорят о том, что если тенденции сохранятся, то зеленые могут стать второй политической силой на федеральном уровне, сместив своих партнеров на третью позицию. И вот буквально только что издание Уэльт опубликовало текст, из которого следует, что партия демонстрирует еще более ужесточение позиций по поводу необходимости противостояния, в том числе и вооруженного авторитарным режимом. И между прочим, там не стесняются называть их по именам «Федерация» и «Китай». Сопредседатель партии «Зеленых» Амид Нурипур подтвердил жесткую позицию в отношении Москвы. «Российская агрессивная война против Украины является историческим поворотным моментом для нашего мирного порядка в Европе. Украина также защищает наши демократические принципы, у нее есть наша полная солидарность. Мы никогда не примем нарушение Россией международного права». Стратегия Путина на расшатывание ситуации в Европе с целью прихода во власть новых политических сил и лидеров может дать прямо противоположный эффект. Сейчас «Зеленые» показывают, как это выглядит в Германии, а какие заявления делает возможный сменщик Бориса Джонсона Лиз Трасс – это отдельная история. Похоже, что ее премьерство, когда таковое состоится, может оказаться таким, что путиноиды будут вспоминать Маргарет Тэтчер незлым тыхым словом, а этот процесс только набирает обороты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok